Единичество Отечества, путь к его силе. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит в своей священной книге. Крепко держитесь за верфи Аллаха, все вместе и не распадайтесь. Сора семейства Имрана, аят 103. Я свидетельствую, что я на божество кроме одного единичного Аллаха, у которого нется товарища, и свидетельствую, что наш господин пророк Мухаммад, его раб и посланник, да благословит Аллах пророка Мухаммада и его семейства, высокочетимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня. А затем, поистине, пророк Мухаммад, мир ему благословен, Аллаха, был отправлен с посланием, призывающим к единиству и согласию, запрещающим раздор и разногласие. Он собрал разрозренных, несогласованных арабов, сделал их единой общиной, установил братство между ними с помощью веры, сплотил их сердца узами привязанности. Всемогущий Аллах сказал, Он сплотил их сердца. «Если бы ты израсходовал все, что есть на земле, то не смог бы сплотить их сердца. Однако Аллах сплотил их. Воистину, Он могущественный, мудрый». Пророк Мухаммад, мир ему благословен, Аллаха, также повелел верующим проявлять друг другу любовь, милосердие и сочувствие, сказав «в своей любви, милосердии и сочувствии по отношению друг к другу, верующие подобны единому телу. Когда одно из частей его поражает болезнь, все тело отзывается на это бессонницей и горячкой». Однако эта гармония не ограничивается мусульманами, ибо она включает всех людей. Аллах Всемогущий и Достославный говорит, «Я, эйюха, ннасу, инна халаканакум мин дзакарим ваунфа, ваача'алнаакум шу'убам ва каба'иле лита'арфу, инна акрамакум инда Аллахи адкакум, инна Аллаха Алиму хабир». О, люди, воистину, мы создали вас из мужчин и женщин и сделали вас народами и племенами. «Чтобы вы узнавали друг друга, и сами почитаемые перед Аллахом среди вас наиболее богобоязнены, воистину Аллах, знающий, ведающий». Сурокомнаты, аят 30. Это подтверждается в Священном Коране, где говорится о человеческом братстве между пророками и теми, кто исповедует иную веру. Например, «Ва-иле Адин Ахахум Худа» мы отправили к адитам их брата Худа, сурапреграды, аят 65. «Ва-иле Ахамуде Ахахум Салиха» мы отправили к самудьянам их брата Салиха, сурапхуд, аят 61. «Ва-иле Амадияна Ахахум Шуайба» мы отправили к адитам их брата Шуайба, сурапхуд, аят 84. «А после того, как Аллах Всемогущ, Он и Велик упомянул историю бывших пророков, Он, слава Ему и Величие, сказал, «Ва-иле Ахахум Худе» 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 «А я ваш Господь, бойтесь же меня» Сурапхуд, верующие, аят 52. Имам Аль-Багави досмелствуется над ним Аллах сказал «Всевышний Аллах послал всех пророков, чтобы крепко установить веру, любовь и общность, а также искоренит раздор и разногласие». Бесспорно, что призыв Ислама к сплоченности и единиству, а также противодействию раздору и эгоизму является одним из факторов сохранения силы Отечества и безопасности общества. Это потому, что если человек, каким бы сильным он не был в слабом обществе, остается слабым. С другой стороны, если человек слаб в сильном обществе, то он черпает свою силу из силы общества, в котором он живет. Поэтому Ислам повысит ценность гражданства, подтверждая, что Отечество принадлежит всем гражданам, и оно существует благодаря им всем, потому что Единичество Отечества требует, чтобы между гражданами не было различий по признаку религии, цвета кожи или пола. Таким образом, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, заключил с евреями Медини, Мединиское соглашение, согласно которому, он, мир ему и благословение Аллаха, дал евреям все права на свободу, безопасность и мир, которые имеют мусульманы, а также обязал их совместно с мусульманами защищать Медину, убедительно утверждая, что Отечество в Исламе включает всех граждан и вмещает их всех, пока каждый из них придерживается своих обязанностей и обязательств. Ислам также повысит ценность коллективной работы и сделает сплоченность объединения усилий и отказа от разногласия обязанностей у наций в любое время и в любом месте. Всемогущий Аллах в благородном Коране повелел так поступать, говоря «Крепко держитесь за верфи Аллаха все вместе и не распадайтесь». Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, тоже поведал «Поистине, Аллах желает для вас трех вещей и не желает трех других. Он желает для вас, чтобы вы поклонялись Ему и не поклонялись наряду с Ним ничему иному, и чтобы крепко держались все вы за верфи Аллаха, и чтобы не разделялись вы». И он не желает, чтобы занимались вы пустословием, задавали много вопросов и попусту, и попусту расточали свое имущество. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, уподобил единиство, сплоченность и взаимодействие нации крепко устоявшейся в структуре. Посланник Аллаха, да благословить его Аллах, приветствовать, сказал «Поистине, в отношениях друг с другом, верующие подобные зданию, оттенни части которого укрепляют друг друга, сказав это, он приплел пальцы своих рук». Священный Коран привел нам пример единиства, которое стало причиной сохранения Отечества и безопасности общества. Так пророк Юсиф, мир ему, подготовил чаты на продуманный план. Все люди взаимодействовали и объединились для достижения своих целей. Все сплотились и работали вместе, насколько они могли, согласно разработанному плану по пути к желаемой цели. Поэтому страна достигла прогресса и процветания защиты экономической силы. А к ней люди пребывали с самих отдаленных краев, чтобы получать египетские блага. Священным Кораном упоминается об этом словами пророка Юсифа, мир ему, «Калатазрауна саба сенина дабам, фа махасаттум, фазаруу фисум боли, илла калила мимма такулун». Он сказал, «Семь лет подряд вы будете усердно сеять. То, что вы пожнете, оставляете в колоссиях, за исключением небольшого количества, которые вы будете есть. Затем наступят семь тяжелых лет, которые поедят то, что вы приготовите для них, кроме небольшого количества, которые вы исприжете. Вслед за ними наступит год, когда люди получат обильные дожди и будут выжимать плоди сураюсов». Ислам также выступает за все, что могло бы привести к единиству и сплоченности. Поэтому он призвал проявлять милость, мягкость и доброту. Всевышний Аллах сказал, «Извини же их, попроси для них прощения и советуешься с ними о делах. Когда же ты примешь решение, то уповай на Аллаха, ведь Аллах любит уповающих». Сура семейства Аимрана, аят 159. Посланник Аллаха, да благословите его, Аллах и приветствует, тоже сказал, «Поистине религия – это легко, но если кто-нибудь начинает бороться с ней, она неизменно побеждает его. Так придерживайтесь же правильного пути, приближайтесь, радуйтесь и обращайтесь к Аллаху за помощью утром, вечером и ночью». У мир ему благословения Аллаха также сказал, «Я посланный с легкой ханафией, то есть с религией единобожья, в делах которой нет затруднения». Ислам также призывает к распространению любви и мира среди членов сообщества, независимо от разных убеждений. Аллах всемогущий и достославный говорит, «Ва кулу линнаси хусна» и говорите людям прекрасные. Суракарова, аят 83. «Ла янхакум Аллаху анни ладзина лам юкатилюкум фиддине, лам юхридюкум мин диарикум антабаррухум вату ксуту илейхим. Инна Аллаха юхиббуль мукусытын». Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не сгоняли вас из ваших жилищ. «Воистину, Аллах любит беспристрастных». Сура испытуемая, аят 8. Посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует относиться к немусульманам с точки зрения Корана. Поэтому, умиря ему благословение Аллаха, хорошо обращался к ним, принимал их подарки и приглашения и навещал их больных, что показывает терпимость этой религии и помогает сохранить единство и сплоченность общества. Поистине, в настоящее время и богословское понимание приоритетов обязывают всех искренних соотечественников, которые осознают характер нынешнего этапа, собраться вместе, чтобы добыться превосходства Родине. Каждый в своей сфере деятельности развивает дух самоотдачи и самоотверженности. Один трудится руками, другой жертвует деньги на благотворительность, а третий обучает людей и так далее. Таким образом, все энергии и таланты могут быть использованы для служения Родине, именно к чему призывает чистая исламская религия. Всевышний Аллах обратился ко всем нам, употребляя форму множественного числа, чтобы никого не исключать из труда и усердия. Всевышний Аллах сказал, «Он тот, кто сделал для вас землю покорной, ступайте же по свету и вкушайте из его удела, и к ним выявите с после воскресенья». Суров-ласта, ай-пятнадцат. «Фаидэя кудуят из-салата, фамташируу фил Арде, вабетагуу мин фаблиллах, вадикуру Аллаха кафиран, ла'аллакум туфлихун. Каждый намаза вершится, то разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха и часто поминайте Его. Быть может, вы преуспеете. Сура собрания, аят десять. Вот что я хотел бы сказать. Я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас. Хула Аллаху Господу миров, мир и благословение печати всех пророков и посланников, нашему господину Мухаммаду, его семье с подвижником, и всем, кто последовал за ним вплоть до судного дня. Мои братья в исламе, поистине, кто хорошо следит за историческими событиями, тот понимает, что раздор и разногласие являются причинами поражения и слабостей. Священный Коран предупредил нас об этом, ведь Всевышний Аллах сказал, «Ва ла такуну каллазина тафарраку вахталаву мин ба'ди ма'джа ахуму лбайнату, ва аулайика ла хум азабу н'азым». Не подходите на тех, которые разделились и впали в разногласия после того, как к ним явились ясные знамения. Именно им уготованы великие мучения. Сура семейства Имрана, аят 105. «И не припирайтесь, а не то вы падете духом и лишитесь сил. Будьте терпеливы, ибо Аллах стерпеливыми». Сура добыча, аят 46. Кроме этого, раздор и разногласие ликвидируют престиж нации и оставляют в наследство только слабость и бессилие, причем достаточным предостережением от раздора и разногласия является хадис, в котором говорится, кто отойдет от остальных мусульман, тот умерет, подобно тому, как умирали во времена джахили. С этой целью, ислам боролся с любым поведением или действием, которые могли бы привести к раздору и разногласию. Так, ислам запретил расизм, что является одной из форм ненавистного и предисламского фанатизма. Поэтому пророк, мир ему, благословение Аллаха, сказал, «Поистине, всемогущий и великий Аллах удалил от вас надменности джахили и свойственней обычаи кичиться своими предками. Если только богобоязнен неверующий и несчастный грешник, все вы дети Адама, а Адам создан из земли». Пророк Мухаммад, мир ему, благословение Аллаха, также показал, что люди равны в правах и обязанностях, сказав, «О, люди, ваш Бог един и ваш Протец един, самые благородные из вас перед Аллахом, самые благочестивые. Нет никакого превосходства арабов над не арабами, не арабов над арабами, черных над белыми, белых над черными, кроме как в благочестии. Донес ли я это до вас? О, Аллах, объединяй наши отряды, сплоти наши сердца и даруй нам успех в том, что ты любишь и принимаешь. О, Аллах, даруй нам искренность в том, что говорим и делаем. О, Аллах, обереги наш Египет и подними его знамя во всех мирах». Субтитры создавал DimaTorzok